МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости. Меня зовут Лаура Жакопова. Здравствуйте. В Пекине прошло заседание Совета министров иностранных дел стран-членов ШОС. Главная цель встречи – это подготовка к саммиту с участием глав государств-членов организации, который состоится уже в июне в Циндау. В ходе заседания министры провели обзор согласования документов и решений, которые планируется представить на рассмотрение глав государств. Подготовленный китайским председательством перечень включает в себя свыше 20 проектов. Кроме того, главы дипломатических ведомств Шанхайской восьмерки обсудили вопросы дальнейшей координации позиций по проблемным ситуациям в Сирии и Афганистане. Обстановки на корейском полуострове и выполнению совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. В пограничном пункте Пханмунджом на территории КНДР прошел третий раунд рабочих переговоров по подготовке к межкорейскому саммиту. Решено, что встреча пройдет 27 апреля в первой половине дня. Ну а после переговоров лидеры Республики Корея и КНДР продолжат диалог за совместным ужином. За несколько дней до исторической встречи на границе двух стран побывал наш корреспондент Владислав Цой. На границе двух Корей накануне саммита высадился журналистский десант. Освещать встречу лидеров двух стран будет рекордное число представителей. Больше 2800 корреспондентов, в том числе 800 иностранных. Прессе разрешили посетить прикраничные пункты. Один из них – деревня Менг-Пхари в нескольких десятках километров от Северной Кореи. Сегодня здесь практически нет туристов. Местные кафе и гостиницы терпят убытки. Люди перестали приезжать сюда после инцидента в 2008 году. Тогда, во время посещения гор Кымганцан, северокорейский солдат застрелил туристку из Южной Кореи. Потепление отношений между Сеулом и Пхеньяном, начавшееся с Олимпийских игр в Пхенчхане, подарило местным жителям надежду. Если саммит будет успешным, то наладится туризм, и мы ожидаем развития дорожной инфраструктуры. Мы являемся крайней точкой на границе с Северной Кореей, и здесь очень плодородная земля. Выращиваем рис, картофель, перец и кукурузу, но есть проблема со сбытом. Ее можно решить, если возродится туризм. Попасть на границу двух Корей непросто. Нужно заранее подать заявку на посещение, пройти паспортный контроль и заполнить анкету. Ведь две Кореи по-прежнему находятся в состоянии войны, и некоторые приграничные участки заминированы. Эта дорога ведет к Северной Корее. В 16 километрах отсюда северокорейские горы Кымгансан. С 2008 года доступ туристам из Южной Кореи туда запрещен. Но, возможно, межкорейский туристический обмен возобновится после саммита приз лидеров Северной и Южной Кореи, намеченного на 27 апреля. Пункт пропуска на границе двух Корей практически не работает уже 10 лет. Пустует и вокзал, откуда ходил поезд в приграничный район Северной Кореи. В 2008 году до ухудшения двусторонних отношений горы Кымгансан на севере посетили почти 400 тысяч южнокорейских туристов. Новое дыхание этот приграничный комплекс может обрести после межкорейского саммита. Я надеюсь, что многие южнокорейцы как раньше будут приезжать в Кымгансан, и мы подготовимся, чтобы их визит прошел без проблем. На саммите не планируется обсуждение экономических вопросов, в том числе возобновление туристических поездок граждан двух стран. Главной темой встречи лидеров двух Корей станет ядерное разрушение КНДР. Однако жители приграничных районов верят, что 27 апреля начнется новый этап двусторонних отношений, и границы между корейскими республиками снова будут открыты. Иран начнет переговоры с Америкой только в том случае, если появится надежда на их успешный исход. Об этом заявил в Нью-Йорке глава МИД Исламской республики Мухаммад Джавадзариф. Дипломат отметил, что позиция нынешней администрации Соединенных Штатов в отношении Ирана не позволяет установить плодотворный диалог. Я напомню, Иран и шестерка международных посредников в июле 2015 достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. И тогда был принят совместный план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совбеза ООН, США и Евросоюза. Но американский лидер Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство сделкой и грозился выйти из нее. И если Трамп до 12 мая не примет решение о дальнейшей заморозке режима санкций, то они разблокируются автоматически. Иран в таком случае возобновит ядерную программу. За 16 месяцев президентства Дональда Трампа США не выполнили условия сделки в ущерб Ирану. Управление по контролю над иностранными активами не выдало ни одной лицензии. Все это вызывает негодование. Моя цель – начать процесс, в котором будет некая надежда на успех, некая перспектива. Однако я не верю, что при нынешних обстоятельствах, при нынешнем тоне администрации США есть некая перспектива на успех. Президент Италии Серджио Моторелло ищет выход из тупиковой политической ситуации, сложившейся в стране после парламентских выборов. Вторую уже попытку объединить политические партии в правительственную коалицию по поручению главы государства предпримет Роберто Фико. Это председатель Нижней палаты парламента. Спикеру Сената Элизабете Козелатти сделать этого не удалось. На прошлой неделе ее миссия провалилась. Роберто Фико должен встретиться с движением «Пять звезд» и «Демократическая партия», а затем доложить президенту о том, возможно ли формирование союза между двумя самыми популярными партиями в стране. И хотя демократы считаются проигравшие выборы стороной, 18% голосов избирателей они завоевали. Если политическим лидерам не удастся прийти к соглашению, и на этот раз, то глава государства должен будет найти иное решение. Я намерен приступить к работе незамедлительно. И начинать, на мой взгляд, сегодня очень важно с тем, соответствующих интересам страны. Именно это я и постараюсь сделать. По меньшей мере 39 человек пострадали в результате землетрясения в Турции. Об этом сообщают в Министерстве здравоохранения страны. Подземные толчки магнитудой 5,9 произошли в юго-восточной провинции Адъяман, в районе Самсад. Очаг находился на глубине 7 километров. По словам властей, в результате стихийного бедствия повреждения получили несколько строений. Сейчас местные власти оказывают помощь пострадавшим, а также подсчитывают ущерб, нанесенный землетрясением. Государственный секретарь Казахстана встретилась с чрезвычайным и полномочным послом России Алексеем Бородавкиным. Гульшараб Декаликова отметила, что отношения двух стран служат ярким примером добрососедства. Большим содержанием наполнено сотрудничество в культурно-гуманитарной и научно-образовательной сферах. И заданный темп нужно сохранять. Госсекретарь также напомнила, что в этом году свой юбилей празднует столица Казахстана. Российские партнеры в числе первых поздравят с этим знаменательным событием жителей и гостей столицы. Так, 27 апреля в Астане на сцене Государственного академического русского театра драмы имени Горького Московский независимый театр представит спектакль «Мастер и Маргарита». Автоматизация таможенных процессов пополнит госказну почти на 12 миллиардов тенге. Это только в этом году. К 2025-му эти показатели могут достигнуть 27 миллиардов. Такие цифры сегодня на заседании правительства озвучил министр финансов Бахыт Султанов. В ведомстве также планируют автоматизировать процесс хранения и выдачи товаров со складов. Отмечу, что информационная система «Астана-1» разработана и введена в рамках реализации 38-го шага плана нации. Нововведение соответствует всем нормам ВТО, международным стандартам и призвано упростить таможенной формальности. Внедрение автоматизации должно значительно сократить расходы декларанта, которые ООН затрачивал на пользование брокерскими программами и услуги таможенных брокеров. Мы полагаем, что за счет внедрения информационной системы «Астана-1» высвободившиеся денежные средства будут направлены участниками внешней экономической деятельности в товарооборот, что обеспечит, по нашим расчетам, дополнительное поступление в бюджет таможенных платежей и налогов. С начала апреля на северо-казахстанской области электронно оформили более 500 деклараций. Из них 80% на экспортные товары. В регионе внедрили новую информационную систему «Астана-1». Программа существенно экономит время предпринимателей. Теперь для получения декларации не нужно ехать в управление таможенного контроля. Это сделать можно не выходя из дома при помощи компьютера. Процедура займет не больше минуты. По словам представителей Департамента госдоходов, информационная платформа еще больше усилит антикоррупционную работу. Внедрение информационной системы идет как практическая реализация приоритета электронного декларирования над бумажным. А это является задачей 38-го шага плана нации «100 конкретных шагов». Также является новеллой нового таможенного кодекса Евразийского экономического союза и Республики Казахстан, которые вступили в силу с начала 2018 года. Простой, дорогого медоборудования. Закуп техники по завышенной стоимости и еще несколько грубейших нарушений. Вот таковы результаты масштабной ревизии медицинских центров Республики. Об итогах проверки подробно в заседании правительства рассказал глава Минздрава. Так, по словам Елжана Бертанова, инспекторы проверили исключительно медтехнику, закупленную с 2012 по 2016 годы стоимостью свыше 5 миллионов тенге. Материалы по итогам аудита уже переданы в счетный комитет и в правоохранительные органы. Начались досудебные расследования. Возмещен ущерб в бюджет в размере 145 миллионов тенге. Внедрена обязательная экспертная оценка при закупке медтехники. Местными исполнительными органами отремонтировано и перераспределено 40 единиц простаивающего оборудования на общую сумму 1,8 миллиарда миллионов тенге. В Ак-Тубе разгорелся скандал вокруг службы 103. Сотрудники неотложки пожаловались, что им задерживают заработную плату за марта, а пенсионные взносы и вовсе не перечисляют уже третий месяц. Примечательно, что после вмешательства журналистов зарплата медикам поступила. Лейла Ауесова разбиралась в ситуации. В неотложке Ерлан Ембергенов трудится 10 лет. Подстанция Камфора обслуживает старую часть города. 20 бригад, врачи и фельдшеры ждут зарплаты за март. Пенсионные взносы им не перечисляют с января этого года. Зарплаты нету, ядпосных нету. Конечно, обидно. Мы сутками работаем, тяжело же. Охота, чтобы и нам вовремя платили зарплату. У каждого есть своя семья. Это интервью наша съемочная группа снимала в пятницу. А уже в субботу утром, по словам медработников, все они получили зарплату. В будущем такое не повторится. Мы все вопросы с государством решили. Были временные затруднения. В пятницу мы закрыли остальные 50% зарплаты. На сегодняшний день вопрос исчерпан. С медикаментами все в порядке. Обеспечение 100%. Но почему вдруг возникли финансовые проблемы, директор ТО так и не сказал. Говорит, конфиденциальная информация. Разводят руками и сами сотрудники станции. Уверяют, до этого проблем с зарплатой не было. Два года назад октябинскую неотложку передали в доверительное управление турецкой компании. В рамках ГЧП построили новую станцию с вертолетной площадкой. По словам медиков, с приходом иностранного инвестора условия работы стали лучше. Запас лекарства обновляется раз в неделю. В новых машинах есть все для спасения людей. Договор составляет 905 миллионов. Из них фондом проплачен аванс в размере 30%, что составляет 271 миллион. Фонд заработной платы в месяц у них около 60 миллионов. Только за январь октябинская неотложка заработала 21 миллион тенге. Их тоже перечислили на счет компании. Медикам обещали поднять зарплату на 10%. Но пока только сократили санитаров. Фельдшеры теперь ездят на вызовы одни. Лайла Осова, Инадин Молдобеков, Гульмира Досмуратова и Айбек Даутов, Актубе, Хабар-24. Оползень в Алматинской области приостановил свое движение. Скорость сползания грязовой массы объемом больше 50 миллионов кубометров уменьшилась с 5 метров до 40 сантиметров в сутки. К счастью, жертв и пострадавших нет. С Кольсайских озер были эвакуированы 9 человек, а не все туристы. Но угроза перекрытия русла реки Кольсай все еще сохраняется. На месте происшествия работают более 70 спасателей Кастелезащиты и областного ДЧС. Единственная дорога, ведущая к системе Кольсайских озер, она перекрыта. Мы предполагаем, что это сила воздействия землетрясения. По карту сейсморианирования попадает именно в тектонический разлом. Населенным пунктам САТЭ никакой угрозы нет. И даже будет каких-то повышенных стоков паводки, там никаких эвакуаций не планируется. Кстати, в Акимате Алматинской области сообщают об обнаружении новых трещин на горном склоне движущегося оползня. Повторим, что в числе возможных причин этого явления там называют также землетрясения, произошедшие 8 апреля и обильные осадки. Сейчас ученые изучают. Здесь необходимо отметить, что в зависимости от времени суток изменяется скорость движения от 4 до 1 метров в час. Эти горы являются самыми молодыми горами в Казахстане, образованной в Канадзойской эре. Она находится на линии тектонического разлома. То есть здесь постоянно происходит, фиксируется землетрясение. Это одна из предположений, причины до сих пор изучается. На Актюбе обрушился ливень с переходом в мокрый снег. Ненастная погода продержится до конца недели. Ночью возможны заморозки, а днем температура воздуха плюс 2 градуса по Цельсию. По словам метеорологов, Актюбинская область находится в центре циклона, который и принес эти осадки. Ближе к выходным воздух прогреется уже до 25 градусов тепла и в регион придет солнечная погода. Актюбинская область находится в тылу циклона. В ближайшие два дня ожидаются осадки, преимущественная дождь. В конце апреля ожидается потепление. Это значит, что погода будет ясная. Экспедиция по следам предков продолжает свое путешествие. После Китая группа ученых отправилась в Соединенные Штаты Америки. Исследователи посетили город Пейдж в Аризоне и ознакомили с культурой индейского народа Навахо. А вот в штате Нью-Мексико собрали информацию о племенах Пуэбло. Наша съемочная группа делала открытие вместе с членами научного коллектива. Так звучит древняя музыка индейцев Навахо. Кажется, что этим звуком аккомпанимирует сама природа. Здесь все подчиняется ее законам. Цифра 4 этих племен священна. Именно столько сторон света и времен года. Если у казахского народа каждый обязан знать своих предков до седьмого колена, то здесь до четвертого. А еще свадьбы между близкими родственниками у индейцев запрещены. Формы жилищ у местных жителей очень похожи на юрту. Но строят такие дома по своему индейскому фэншую. По мировоззрению индейцев Навахо все в движении. Все, начиная с маленького атома до целой галактики. Подобно вращению Земли. И при возведении построек нельзя упускать эти моменты. К примеру, дверь дома должна смотреть на восток. Так с восходом солнца его лучи попадают в жилища. Земля и томатя, голубое небо, отец их связывают лучи солнца. Это мировоззрение индейцев Северной Америки. Особое место в богатейшей культуре этого народа занимают танцы. Эти движения схожи с древними танцами казахский знах Рейбахсе. Впрочем, такие виды танцев по сей день наблюдаются у тюркоязычных народов. Так танцуют якуты, алтайцы и многие другие. После пейджа члены экспедиции направились в город Альбукерки, который расположен в штате Нью-Мексико. Там живут племена Пуэбло. Обязателен к посещению каньон Петроглифов. Наскальные рисунки отражают жизнь древних североамериканцев. На камнях в местном музее можно увидеть изображение солнца, людей и животных. Приезд экспедиции из далекой страны для изучения нашей жизни нам очень льстит. Да и интерес вызван не случайно. Город Альбукерки – это центр проживания племени Пуэбло. Культура нашего народа очень богата. Экспедиция по следам предков пробыла в двух штатах Америки 10 дней. За это время удалось собрать множество интересных данных о местных племенах. Они помогут дальнейшими исследованиями, возможно, новым открытием, уверены ученые. А пока путешествие продолжается, на очереди столицы США – Вашингтон. Женара Дулатова, Саяджи Кенула, Арман Данышбаев, Хабар 24. Объявлен старт литературного конкурса «Аолэм Алтен Тугрэм». Он проходит уже в третий раз в формате онлайн. Тематика работ, сообщают организаторы, остается прежней. Они должны быть о родной земле, социально-бытовой жизни села, казахстанского общества и относиться к жанрам поэзия, проза и драматургия. По итогам конкурса, по сложившейся уже традиции, будет выпущен сборник произведений участников на казахском и русском языках. Допускаются к состязанию писатели и поэты от 12 до 45 лет. Работать будут приниматься онлайн через adbportal.kyz. Два года подряд проводился конкурс, поступило более 530 произведений. В прошлом году участников было очень много. В прошлом году даже участвовали молодые писатели и поэты из наших соседних государств. Это Россия, Киргизия, Узбекистан, Китай, Монголия. То есть конкурс сегодня является одним из популярных конкурсов среди нашей творческой интеллигенции. С нас на этом пока все. Спасибо за внимание и до скорой встречи. Субтитры подогнал «Симон»!